Зачем вам шапок столько? Ну надо мне сколько. Подождите, вам вопрос задают. Эти кадры сняты во время обыска. Милиция нашла оружие в машине крымских помощников депутата-свободовца Эдуарда Леонова и открыла уголовное производство. Были обнаружены 59 резиновых дубинок, это спецсредства, и был обнаружен охотничий нож. Сам Леонов уверяет, помощники везли в Киев его личные вещи и варенье для ребенка. Ничего запрещенного в багаже не было. Когда я перезвонил Аркадию Шаратову, водею, я почувствовал, как Аркадий кричит, что куда ты кладешь ниж, он говорит, что с той стороны, вжал в меня точно не было, и что это... Ну, собственно, я с телефона ставил свитком того, как моим помещникам в машинах закинули мислейский ниж. Пассажиры этого автобуса тоже едут в столицу. Сторонники президента с собой взяли немного еды и теплую одежду. Клянуться, спиртного в пакетах нет. Настроены решительно, но миролюбиво. Драться будете? Нет, ни в коем случае. Мы с мирными намерениями едем. Республиканская организация партии регионов сообщила событиям. Ежедневно отправляют в столицу около тысячи крымчан. Перед отъездом их вдохновляют на Симферопольской площади Ленина. Только плечом к плечу мы можем сказать нет иностранному вмешательству и нет оранжевому государственному перевороту. От командировать активистов в Киев планируют, пока не стабилизируется обстановка в стране. По официальной информации, каждому выдают по 200 гривен на расходы. Дарина Кошеленко, Евгений Полончуков. События. Крым.